Сегодня 9-летний Милош Полевич петь под гитару пришел на остров Канта, где всегда много туристов. Отдыхающие с удивлением останавливаются около юного музыканта. Он исполняет хиты Виктора Цоя. Солнце мое, взгляни на меня, моя ладонь превратилась в кулак. Выступлениями на улице мальчик зарабатывает, чтобы помочь родителям. В 2007-м, когда он, третий ребенок в семье, только родился, Полевичи взяли ипотеку для покупки однокомнатной квартиры в центре Калининграда. Кредит оформили в иностранной валюте. Рублевый ни один банк семье не одобрил. Сумму в размере 89 тысяч долларов почти под 11% годовых рассчитывали выплатить за 20 лет. Но вскоре отец Милоша на несколько месяцев остался без работы. Пока искал другую, по кредиту набежали пени и штрафы. К тому же вдвое вырос курс доллара. Погасить даже основную сумму без учета процентов семья не успела. Вы платите всю жизнь бешеные проценты, ваше тело не уменьшается. Она была на тот момент 2,200. Мы, получается, заплатили 2 миллиона. То есть почти стоимость вообще любой нормальной квартиры среднестатистической. Когда Полевичи собрались возобновить платежи, банк потребовал выплатить всю сумму начисленных штрафов и пений единовременно. Но задолженность более 110 тысяч долларов многодетная семья погасить не смогла. Центральный районный суд принял решение о взыскании супругов в пользу банка, задолженности по кредиту и обратил взыскание на заложенное имущество. И через некоторое время квартира была реализована с публичных торгов. Квартиру продали за 1 миллион 700 тысяч рублей в марте 2015-го. Добровольно выселяться семья отказывалась почти полтора года. Но в начале августа новый хозяин квартиры сменил замки в двери. Мама, Милош и его старшая сестра и брат оказались на улице. Сейчас их временно приютили друзья. Снять новое жилье пока не на что. Отец отправился на заработки в Бельгию, а мама еще только ищет работу. Даже пособия многодетные родители от российского государства не получают. У всех детей польское гражданство. Выступление Милоша на улице сейчас единственный доход семьи. В хороший день получается около полторы тысячи. Тысячу отдаю маме, а пятьсот остается мне. Накопленные деньги Милош планирует потратить на продолжение обучения музыке. Кроме курсов игры на гитаре он осваивает балалайку и хочет научиться играть на домбре. Он говорит, с началом нового учебного года выступление на улице придется прекратить. А стало быть закончатся и его заработки. К этому времени, надеется мальчик, родители и сами найдут деньги на съем квартиры.